Добрый день всем. Добрый день. С вами компания Китфинанс и я Елена Беляева и наш очередной брифинг, посвященный техническому анализу нашего рынка. По традиции пару слов о расписании на сегодня. Сегодня достаточно насыщенное расписание вечернее. В 18 часов семинар про опционы. Тех, кого интересует эта тема, приглашаю присоединиться. В 17 часов брифинг про акции на подвеске компании Dixie Group и в 18.15, как всегда, брифинг итога. Также напоминаю, что у нас сегодня вечером в 19.30 будет продолжаться обучающий курс для начинающих трейдеров российского фондового рынка. И тем из вас, кому интересно введение в технический фундаментальный анализ, можете к нам присоединиться сегодня. Далее возвращаемся с вами на графики и давайте будем разбираться с ситуацией, которая сложилась в данный момент. Как всегда, по традиции, давайте взглянем на рынок американский. Здесь у нас ситуация, скажем так, достаточно позитивная. То есть фьючерс на индекс S&P 500 пробил сопротивление два дня назад. Достаточно такое важное сопротивление. И следующее сопротивление на пути – это уровень 1290. То есть... То есть... «Москорчик» Есть высокая вероятность, что движение вверх продолжится, и, скажем, движение до этого уровня будет продолжено. Звук пропал, да? Звук появился? Звук. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь, звук восстановился или так же его нет? Есть. Поповел, да? Давайте. Тогда продолжим. Видимо, низкое качество звука связано с низкой скоростью интернета у нас здесь. У нас есть такая проблема, и, в общем-то, даже не знаю, когда это будет решено. Дальше. Обсудили СНТ-500, обсудили нефть, и давайте будем двигаться дальше на наш рынок и рассуждать, что происходит у нас сейчас. Значит, индекс ММВБ продолжает свое восходящее движение, и на пути у него уровень 1550, и этот уровень сейчас, в общем-то, стоит на повестке дня, и движение к нему, скорее всего, будет продолжено. То есть потенциал движения достаточно небольшой, но он есть. И вот этот уровень, он многократно отрабатывался в истории, и, скорее всего, индекс у этого уровня стоит и достаточно жестокое сопротивление, поэтому нужно будет посмотреть, как будет развиваться событие. Ни один уровень, конечно, не бывает непробиваемым, поэтому если будет какая-то хорошая подпитка новостная со стороны еврозоны, вот сейчас больше всех беспокоит эта ситуация, то, в принципе, мы можем пройти этот уровень достаточно свободно. То есть смотрим и отслеживаем эту ситуацию. Далее, то есть продолжение движения считаем, что вполне возможно, но потенциал движения не такой уж и большой. Дальше, давайте по отдельным акциям. ВТБ, то есть сегодня ВТБ боится за такой сильный уровень 7,5 копеек. Это уровень был уровнем сопротивления в недавнем прошлом, и сегодня была попытка пробить этот уровень, но похоже, что немножко она не удалась. То есть цена попыталась пробить этот уровень и откатилась обратно вниз. То есть если будет закрытие под этим уровнем, мы скажем, что пробитие не состоялось. Если пробой все-таки состоится, то есть закрытие произойдет выше этого уровня, то имеет смысл взглянуть на дневную... В этом случае, да, он все-таки копеек. Дальше, по Газпрому несколько другая ситуация. То есть здесь вот уровень 190, он достаточно сильный и мощный уровень, и цена уже один раз пыталась тестировать этот уровень. И сейчас в текущей динамике движения к этому уровню опять-таки продолжаются. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы можем диагностировать такое замедление движения, замедление скорости движения, что в уровне сидит открытое движение... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...